МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти кадры сделаны накануне на польско-украинской границе. Тысячи людей спешили вернуться домой перед закрытием государственной границы. Люди стояли в километровых очередях. Мер предосторожности придерживались не все. Сергей Тымчук работал в Польше последние шесть лет. Простоял в очереди несколько часов и решил уехать обратно. Если бы это так дотримоваться того всего, стати один от одного на промежутку полтора-два метра, то эту черву можно бы до Краково растягнуть. Скупчение людей, масок – это одиницы особи мали. Они говорят про какой-то там безопасный отстань. Тем временем на круизном судне у Тихоокеанского побережья Панамы от коронавируса умерли четверо пассажиров. А у более чем сотни людей на борту – симптомы COVID-19. У двоих из них результаты тестов положительные. Лайнер направлялся из Аргентины 7 марта и должен был еще неделю назад пришвартоваться в Чили. Но из-за коронавируса всех 1837 человек оставили на борту в изоляции. Крис, один из пассажиров, рассказал, как долгожданный круиз превратился в кошмар. Анна заболела пару дней назад, у нее начался кашель. Обратилась к врачу, и ей назначили что-то отхаркивающее. Тест не делали, потому что у нее нет лихорадки. Но из-за этого мы изолированы, мы застряли на этом корабле и никуда не можем выйти. За завершение пандемии помолился папа Римский. «Мы все уязвимы и дезориентированы, но мы должны держаться вместе. Мы все в одной лодке». В китайском Ухане, откуда началась пандемия коронавируса, жизнь понемногу возвращается к норме. Людей на улицах все больше, железнодорожное и наземное сообщение, а также метро частично восстановили. На станциях пассажирам измеряют температуру, на сиденьях разместили наклейки с надписью «Сидеть через одного». И не забывают носить защитные маски. Инна Косинская, Телеканал Дом. КОНЕЦ